МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телерадокомпании Гомель протягивает работу эфира. У студии працует Евген Пабалавец. Добрый день. Глядите в этом выпуске. Зима начинает наступление. На этом тыдне у региона чекается похолодание. Областный совет депутатов затвердил ставки 1-го податку на 2016 год. Сегодня у православных почался калядный пост. А зараз об этом иншем больше подробно. Мостный снегопад сегодня обрушился на Гомель. Умовы на дворе и ускладнили дорожную обстановку. Подаденных держав от инспекции у сего за 4-й годину в областном центре отбылося 18 сутыкнений. На Полесском мосте у Гомеля зафиксовано двойное дорожно-транспортное оздоровление. По шкоджению отримали одразу 5 авто. Подробностей у наших корреспондентов. Приклад на полове 8-й годины ранятся обильные снегопады закранули участку Гомельского и Будокошалевского района. И уже по стане на 10-й годин снежное покрово было больше за 1 сантиметр. Ничего надзвычайного в этом нема прокомментировали дорожники. Для конца листопада это штатная ситуация. По словах керавництва РУБ Гомель-Балтодар, предприемство полностью готово до моцных опадков. Система видена зеранья, вяде круглосуточный мониторинг за станом дорог и перемещением автомашин. При необходности на дороге выходит спецтехника, чтобы очистить полотно и опрацовать с упроць гололедными сумесями. Для работников дорожных служб сегодняшняя ситуация, это обычная ситуация. Судя по информации наших GPS-навигаторов и видеонаблюдения, можем сказать, что в районах Будокошалевском районе, Гомельском районе техника полностью нашей филиалу выехала на обработку противоголовных материалов и устраняет скользкость. Уже были сильные осадки. Они составляли до 10 дециметров за 6 часов. Это достаточно считается по норме сильные осадки. Мы с ними достаточно успешно справились. У первой хвилины снегопаду дорога становится непродказально слизкой. Необдуманные деньги водителя у лихачев могут обернуться неприемным здоровьем. Так, с соня до 13-ти годин дня у Гомеля отбылось 18 дорожно-транспортных здоровьев. У сумную статистику да и пополнили сутыкнений, связанные как раз с порушением интервалу по межтранспортными сродками. На Полесском мосте у Гомеля до приклада по ланцужку одразу три машины уехали у две инши, якие до этого уже выставили аварийный знак. Уличывающие несприяльные умовы на дороге, супрацунники державтоинспекции нагадывают водителям о правилах, поводенных в складанных умовах. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и терпеливыми на дорогах. Соблюдайте такую скорость и интервал движения, чтобы избежать резкого торможения. А если все же требуется замедлить ход, делайте это очень осторожно, дабы избежать заноса. Межтым небеспеку для пешеходов представляют слизкие тротуары и пероходы. Державтоинспекция звертается и до этой категории удельников дорожного руху с просьбой памятать про светлооббивальные элементы в темный час суток. На удень навод на зеленый сигнал светлофора не спешатся пероходить проездную участку. По информации областного гидрометеоцентра, на этом тыдне прогнозуется понижение температуры поветра. Будет от нуля до минус пяти в день и каля 6-8 градусов мороза в ночи. А в ночь за вторка на сираду при прояснениях слупок термометра в особных районах опустится до минус 15 градусов. На большей часы территории в области что день чакаются снег и мокрый снег с дождем. На дорогах заховается гололедица. Наталья Игнатенко, Максим Савин, Игорь Марышенко. Телерадио. Компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Гомельский областный совет депутатов затвердил новые одинные податки, которые в наступном году будут выплачивать индивидуальные предпринимательники и физические особи. При этом по мерставке залежит от населенного пункта. Самым великим он будет у Гомеля. Затвердженные податки тишатся индивидуальных предпринимательников, которые занимаются гандлем товарами, работают в сфере громадского харчавания, а также оказывают споживецкие послуги. Самая великая сумма – 336 рублев в месяц – придется платить ИП из областного центра, яке доставляет аутотранспортные сродки за межу Беларуси. Самые низкие податки – 14 рублев – предугледжены за оказание послуг по уходу за домашними живелами. В налоговом кодексе были продиктированы базовые ставки единого налога на 12,6% с учетом предстоящей инфляции, которая была заложена. Поэтому и такую же норму мы выдержали в нашем решении. То есть проиндексировали на 12,6% в среднем. Гомельская благоконкам выросла на 3 месяцы протягнуть термин реализации постановы об створении належных санитарно-бытовых умов в сельскох господарских организациях. Это обумовлено тем, что за отведенный час каждая десятая господарка так и не навела у себя парадок. Олег Сентяров наведал Чачерский район. В первую очередь реальное ожидание и только потом досадковая колькость сродков. Хоть минавито на их недохоб, сегодня, звичайно, спосыляются в господарках. На вот калеразмова идет в простом сборе сметия на территории той же фермы. Правда, в акционерном товаристве ОТР такое пытание уже давно не вздымается. С початку керавництва Сегас-предприемства зарабило первый крок и привело комплекс у парадок. Потом уже сами работники почали клопотиться по частине. И аж еще один отриманный плюс – повышение продукциальности працы. Чего не работать. Работы только. Все условия созданы. И душовые подделанные, и лен уголки, как раньше назывались, вообще все отделано. Ейди отдохнуть, чаю попить. Все хорошо. В акционерном товаристве ОТР кажуть, что тут за все удалечить гроши, а тому имкнуться расходовать их максимально рационально. Лег это не означает усягульную экономию. У селяки мрази, кали размовы и депо творения для работников належных СССР на бытовых умов. Необходность проведения такой работы на Гомельщине никто не спречивая. Али за год деяния отповедных грошейня Аброва Конкама у кожной десятой господарцы ягодок и не выконали. Принято Гомельскому облсполковому решение продлить срок исполнения данных мероприятий до 1 февраля 2017 года. Соответственно, у руководителей сельхозорганизации еще есть шанс за эти два месяца выполнить все необходимые требования госанадзора. И таким образом, во-первых, обеспечить достойные условия труда работающих, во-вторых, избежать дополнительных санкций со стороны надзорных органов. А прача створения санитарно-бытовых умов для работников, решение Аброва Конкама, продовлетворяющие и обцелевание месту для мытья техники сельхозпроизводства, тут так само есть проблемы. И еще одно питание – сбор и сдача на перепроцовку промысловых отходов. Не то, якаб доведенные планы игноровались, але и вязковцам не за все да заразумелым, чому я не повинны сами вывозить отпрацованные, да и еще и платить за это, коли потом все сдаденное идет на перепроцовку, и некто отрымливая недренный прибыток. Лозунг на контоперутворения отходов у доходы насправе не за все да то и да и реальности. Каб сдать тонну отпрацованных шин, например, господарка повинна еще и заплатить, коли 100 рублев, и это коли не уличить транспортные расходы. Коли был покладен асфальт на ферме Покоть акционерного товариства «Звезда», теперь уже никто не памятая. Але с часом он пройшел у таки стан, что навод смете подместина им было немогчимым. После обмеркования розных вариантов господарцы приняли решение по масштабному доброупроткрыванию территории. Затраты есть, але и отременные плюсы немаленькие. Починаючат захавание техники, для якой ранее гэтая территория была саправдным выпробованием. Асфальтировать территорию для того, чтобы можно было технике работать, чтобы людям было приятно. И территория ж сегодня должны расти цветы на клумбах. Должна быть частота, должен быть порядок. Поэтому это было необходимо. И все это нам обошлось. 85 тысяч динаминированных рублей. Алексей Натеров, Ерген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Чачерский район. До новых тем. У «Гомеля» завершился 12-й областный конкурс сценичного, декоративно-прикладного и выявленного мастерства инвалидов. Самому юному дельнику 6 годов, старейшему 80. 60-ти представленных номеров для финала одобрали 16 самых ярких. Галоконцерт отбылся на период дни Международного дня инвалидов на сцене областного дома профсоюзов. Финалисты спевали песни, выконывали их на мове жестов, танцевали и читали верши уластных сочинений. Свои таленты яны представили у девяти номинациях. Лепшим урушили дипломы и каштовные подарунки. Увогли белорусское товариство инвалидов сегодня обядновые коля 6 тысяч жахаров гомельшины. Многие из них – постоянные удельники творчих конкурсов, некоторые мают опыт выступлений на республиканском и международном узровнях. Вот 25 человек в этом году участвовали в Славянском базаре. И из семи номинаций в Гомельской области получили пять дипломов. Самая главная цель – это сплотить инвалидов, чтобы они не были за стенках у дома, а пообщались, поспрашивали здоровье. Это самое главное – общение. Сегодня у православных подшался колядный пост. Он продолжится 40 дней до 7-го студента и рыхтует вернику до свято-рожства Христова. Колядный пост, иначе называется Пилиповым, у гонора апостола Пилипа. Лишится, что он потребный, как обошистить себе перед пришествием Сбавителя на землю. При этом колядный пост не таки строгий, как великий Теуспенске. Заборонены мясные и молочные продукты, яйки, сыр. У понеделок, сяроду и пятницу нельга ужевать рыбу, вино и аллей. Однако у остатние дни можно рыхтовать ежу на аллее. Рыба дозволяется у субботу и неделю, а так само у дни церковных святов. По христианских традициях пост целесно супроводжается духовным. Это молитва, покаяние, устремание адрозных спакус и дарование крылдов. И об спорте. В областном центре отбылся международный турнир по хоккей на прызы хоккейного клуба «Гомель». С поборницей примерковали до 73-й годовины вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Удел примали юнаки 2004 года народжения. Усяго шесть команд из Беларуси, России и Украины. А кроме господа Роулюду, Гомельскую область представляли юные хоккейсты Жлобинского металлурга. И они стали переможцами турниру. Амельчане заняли четвертое место. На этом выпуск завершенный у студии працавал Явген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин